Нин, привет! На танцы в клуб пойдём? Говорят, там лётчики будут. Какие ещё лётчики? Откуда? Нина, разогнув натруженную спину, с недоумением смотрела на свою подружку Любку, которая специально приехала к ней на ферму на велосипеде, чтобы сообщить подруге эту сногсшибательную новость. Но ты, как всегда, не в курсе. Любкины глаза горели от восторга. Погрязло в своём мерке. К нам вертолётчиков отправили для обработки полей. Они к нам в контору заходили, чтобы документы оформить. Красивые в форме, а выправка – загляденье. У меня аж сердце замерло. Не то, что наши деревенские. А с чего ты взяла, что они на танцы придут? Им что, делать больше нечего? Усмехнулась Нина. А я с ними разговаривала. Продолжала Любка. Один подошёл ко мне и говорит. А у вас все девушки такие красивые? Я ему отвечаю. Приходите вечером на танцы, увидите. Он своему товарищу. Ну что, пойдём? Тот плечами повёл неопределённо. А первый хлопнул его по плечу и говорит. Пойдём. Потом мне подмигнул и напоследок крикнул. Ждите, придём. А меня Сергей зовут. Вот. Любка выпадает. Все это на одном дыхании и уставилась на подругу в ожидании. Типа, что скажешь? Нина пожала плечами. А какой смысл? Сегодня они здесь, а завтра улетят в свой полк или что там у них. А мы останемся здесь у разбитого корыта с разбитыми надеждами. Любка разочарованно нахмурилась. Какая ты скучная, Нинка. Мы и так сидим в этой дыре, ничего не видим. А вдруг мы за них замуж выйдем? Будет шанс вырваться отсюда. Нина фыркнула. Ага, представляю. Да ярко вышла замуж за лётчика. Вот умора. Ну тебе может и светит выйти за лётчика, а мне нет. Да я и не горю желанием. Ну так ты ради меня сходи. Воскликнула Любка и продолжила жалостливо. Ну пожалуйста, Нинок, ради меня. Да и самой тебе. Разве не любопытно лётчиков увидеть вживую. Ты же их только на картинке видела. Да они же от меня шарахнутся сразу. Ведь запах фермы так просто не отмоешь. Да не выдумывай. Здесь действительно запах. Ад тебя ни разу не чувствовала, когда мы гуляем по улице. Нина задумалась, потом улыбнулась и махнула рукой. А действительно, что я теряю. Бесплатный цирк посмотрю. Любка радостно вскрикнула, чмокнула подругу в щёку и умчалась. Нина была старшим ребёнком в многодетной семье Фёдоровых. После неё ещё было четверо, мало-мало меньше. Она с детства всем была за няньку и чтобы уехать учиться дальше, не было даже разговора. Нет, был, но только короткий. Отец просто сказал. Вот замуж выйдешь, пусть тебя муж и учит. А у нас на это денег нет. Мать только беспомощно улыбалась в ответ. Она знала, что Нина мечтала стать учительницей младших классов. Уж очень хорошо у неё с малолетками получалось справляться. Но матери всё равно не хотелось терять такую помощницу, как Нина. Дети её любили больше всех, слушались и с нетерпением ждали дома. И она, закончив дела на ферме, пулей неслась домой. Здесь было её царство. В палисаднике среди кустарников у них были построены шалаши-дворцы. Из разных сучков она выстругивала кукол и необычных животных. И все дети с удовольствием жили в мире её фантазий. Она всё делала играючи и малышей приучила к этому. Поливать огород, полоть его, ухаживать за животными. Для всего была придумана своя сказка. Потому что их дом, их планета, которую нужно любить. А началось всё с маленького принца Экзюпери, которого Нине ещё в детстве привезла из города мамина сестра в подарок. С тех пор она стала любимой книгой девочки. Она знала её наизусть. А романтичный лётчик-писатель с экзотически прекрасной фамилией Экзюпери навеки завоевал её сердце. Нет, она не делилась с Любкой своей тайной. Просто та случайно обнаружила книжку, полистала и, увидев фотографию писателя в лётной форме, удивилась. «Странно, лётчик о сказке пишет. Он иностранец?» «Француз», – с вызовом ответила Нина, забирая у неё книгу. А разве бывает жизнь интересной без сказки? После восьмого класса Нина пошла работать на ферму телятницей. Животных она любила, поэтому с удовольствием делала свою работу. Чуть позже её перевели дояркой, да и платили лучше. Подруга Любка, у которой отец работал в сельсовете, тоже устроилась в конторе. Сначала секретарём-машинисткой, а потом выучилась на бухгалтера. Забегая к Нине на ферму, Любка невольно морщила свой красивый носик и зажимала его. «Фу, ну и духан тут у вас. Как ты здесь работаешь?» «Да ничего, я привыкла», – улыбалась в ответ Нина. «Знаешь, где-то прочитала мудрую мысль. Если у тебя нет возможности иметь то, что любишь, полюби то, что имеешь. Классно ведь, правда? Я так и делаю, и работа мне приносит радость». Любка усмехалась, пожимала плечами и вела свою линию. «Ну да, в конторе тоже не мёд. Я, например, артисткой хотела бы стать, но приходится бухгалтером. А противе ли эти цифры? Вот поэтому и езжу к тебе для сравнения. А ещё лучше, лучше выйти замуж за городского. Надоела такая жизнь». Нина же, напротив, замуж не торопилась. Не нравился ей никто из местных. А без любви она была не согласна. Да и уезжать куда-то не стремилась. Ей было хорошо дома, рядом с близкими, на своей маленькой планете. Вечером подруги, принарядившись в свои лучшие ситцевые платьишки, подходили к сельскому клубу. Летом танцы проходили на специально оборудованной площадке. Стояли несколько скамеек, которые всегда были плотно заняты. Девчонки встали в нерешительности, выискивая более удобное место. Услышали они за спиной весёлый мужской голос. Нина резко обернулась и вздрогнула, встретившись с глазами с парнем, который до умопомрачения походил на молодого экзюпери. «Добрый вечер». Чинно поздоровался экзюпери, ослепительно улыбнулся и подал руку Нине. «Сергей». «Нина». Пролепетала девушка, подавая руку в ответ. Помимо своей воли, она на несколько секунд зависла, не в силах отвести от парня глаз. Земля внезапно закачалась под ногами. Нина торопливо выдернула свою руку из ладони парня, почувствовав, что предательски краснеет. А меня Люба зовут. Пришла на выручку подруга и тоже подала свою руку Сергею. А это мой коллега Антон. Отрекомендовал Сергей своего напарника. По сравнению с другом, Антон имел совершенно обычную, ничем не примечательную внешность. Может быть, форма лётчика и украсила бы его, но они были одеты в гражданское. На девчонок он «Девушки, может, прогуляемся?» – галантно предложил Сергей. «А вы нам покажете свои достопримечательности?» «Скажете тоже, достопримечательности?» – пыркнула Люба. «Какие в деревне достопримечательности? Может, на ферму вас сводить?» Она насмешливо перевела выразительный взгляд в сторону Нины. Для себя-то Люба ещё в конторе сразу выбрала себе Сергея, который назвал её красавицей, но он, похоже, собирается переметнуться к Нине. Настроение у Любы немного подпортилось. «Нет, на ферму не надо», – рассмеялся Сергей. «Не самое романтичное место. А вот к речке можно прогуляться. Природа у вас отличная». Он галантно отставил локоть, взглядом приглашая Нину взять его под руку. Девушка покраснела и заколебалась. «Минуточку, молодые люди!» – решительно прервала их Люба. «Нам нужно решить один вопрос. Вы идите, а мы вас догоним». «Хорошо, ждём вас», – весело улыбнулся Сергей. «Догоняйте». Когда они удалились, Люба дёрнула за руку Нину и, нахмурив брови, быстро прошептала. «Давай договоримся на берегу. Сергей мой, я его первая выбрала». Нина покраснела. «А я тут при чём? А что ты ему глазки строишь? С чего ты взяла?» «Да я видела, как ты на него смотрела. Ты сразу себя выдала. Ему ничего и не оставалось делать, как уделить внимание тебе. Но я же помню, как он смотрел на меня там, в конторе. И вообще, ты просто пошла за компанию. Забыла, что ли?» «Люб, можно я вообще не пойду?» – рассердилась Нина. «Не нравится мне это всё». Люба спохватилась, что перегнула палку и тут же сменила тон на просительный. «Ну, Ниног, ну я же не пойду с ним одна. Ты же обещала. Ты просто общайся с тем другим, Антоном, кажется. Спроси там у него что-нибудь. Дай понять Сергею, что он тебе не интересен. А я, наоборот, постараюсь с его разговаривать. Да не умею я вести беседы с незнакомыми парнями. О чём мне с ним говорить? Эх, зря я согласилась на твою авантюру». «Ну ладно, пошли уже, пошли, а то они ждут». Этот момент Сергей и Антон тоже вели свой разговор. «Ну как тебе, девочки? Правда же классные? Не зря я тебя привёл». Благодушно говорил Сергей, широко улыбаясь. «А подруга-то какая? Не ожидал. Одни глаза чего стоят. Прямо в душу заглядывают». «Ну, вообще-то мы договаривались, что ты будешь с Любой. Разве не так?» Мура произнёс Антон. «Ты сам тогда предупредил, что Люба тебе нравится, и ты заранее выбираешь её». «Ну, извини, дружище. Нина меня с первого взгляда очаровала. Только взглянула своими глазищами, и я пропал. Со мной такое впервые. Не веришь? Да она сама меня выбрала. Ты не заметил, что ли? Глаз с меня не сводила». «Ну, а чем тебе Люба не нравится? Помнится, ты вообще не хотел идти. Так, за компанию». «Серёга, я тебя прошу, не ломай девчонке жизнь». Нетерпеливо перебил Антон. «Для тебя девушки, как игрушки. Трали-вали, глядите, какой я сердцеед. Вот ещё одна в мою копилку. А для такой, как она, если влюбится, вся жизнь может под откос пойти». «О, я тебя умоляю». Закатил глаза Серёга. «Какая такая любовь? Где ты её видел? На жизнь надо проще смотреть. Наслаждаться ею надо, а не драматизировать раньше времени. Расслабься и не нервничай. Мы просто отдыхаем. Просто проводим время в приятной компании. Чем тебе Любашка не нравится? Девочка огонь». «О, ну всё, они уже догоняют. Прими беспечный вид». Парни остановились, поджидая девчат. Сергей с улыбкой смотрел на Нину, а она вдруг, словно подслушав их разговор, резко свернула к Антону и взяла того под руку. Этот же момент Сергей почувствовал у себя на руке горячую ладонь Любы. «Хм, выходит, тоже нас поделили». Усмехнулся про себя Сергей, почувствовав неприятный укол в груди. «Но это мы ещё посмотрим. Всегда сам выбирал себе девчонку». Все попытки Сергея взять инициативу в свои руки и вести общий разговор, потерпели фиаско. Малоразговорчивый Антон вдруг ни с того ни с сего проявил чудеса красноречия и тут же полностью завладел вниманием Нины. Тем более узкие тропки не позволяли всей четвёрке идти рядом. Пришлось поневоле разбиться на пары и идти друг за другом. Сергей шёл в полуухо, слушая щебетания Любы и невпопад отвечал на её вопросы. Всё его внимание было поглощено происходящим сзади. Ему даже казалось, что уши его встали торчком, как у зайца. Но хитрый Антон, наверное, специально замедлил свой ход, чтобы от них отстать. А Люба наоборот прибавила шагу, чтобы оторваться от преследователей. «Да вы совсем меня не слушаете!» – донёсся до его слуха капризный голосок Любашки и она насмешливо фыркнула. «В облаках всё ещё витаете, а мы всё-таки на земле!» Сергей только хотел что-то ответить, как вдруг им путь преградили трое парней. «Добрый вечер!» – угрожающе процедил один из них, самый высокий, и громко сплюнул на землю окурок. Всем своим видом он давал понять, что добра в этот вечер от него лучше не ждать. Все четверо замерли от неожиданности. «Я чё-то не понял!» – повысил голос Верзила. «Вы прилетели сюда совхозу с урожаем помогать или местных невест кадрить?» «Ой, Генка, не начинай!» – вдруг вмешалась Любашка. «Мы девушки свободные и имеем право выбирать тех, кого захотим!» «Эмансипация!» – слышал такое слово. «А то, что я с тобой два раза прошлась, ни о чём не говорит! Я тебе ничего не обещала!» «Хренация!» «Ах, не обещала?» – недобро сузил глаза Генка. «Ну и нет, ты не говорила!» «А вот такой плевок в моём направлении я терпеть не намерен!» «И твой лётчик сейчас ответит за это!» «Ноги-то я ему быстро повыдергаю, чтобы только летать и мог!» С этими словами Генка кинулся на Сергея и в тот же момент застонал и захрипел с вывернутыми за спину руками, уткнувшись носом в самую землю. «А теперь проси прощения у дамы за неучтивость!» Спокойным тоном ответил ему Сергей, сидя верхом на своём обидчике. Приятели Генки, увидев такой манёвр, на минуту опешили, но потом бросились на выручку. Всё остальное произошло молниеносно. Одного перехватил Антон, а другого подрезал вскочивший Сергей, тут же уложив его на лопатки. «Ну что, будем продолжать?» Ослепительно улыбнулся Сергей своим нежданным недругом, заметив краем глаза, как восхищённо смотрит на него Нина. Нет, не на Антоху, а именно на него. Ради этого можно было и не такие трюки продемонстрировать с этими увольнями, хотя Антон тоже был на высоте. «Ребята, давайте жить дружно, не будем ссориться!» Миролюбиво обратился он к деревенским ревнивцам. «Нужно уметь проигрывать!» «Да пошёл ты!» – проскрежетал Генка, вставая с земли и морща с от боли в руке. Руку вывернул гад. «Как теперь за трактор садиться?» «Ну ты же хотел мне ноги повыдёргивать! Это бумерангом зовётся, братец, запомни!» И, подхватив девушек, они отправились дальше, даже не оглянувшись на отряхивающихся от земли соперников. Тут уже Серёга не упустил момента. «Давайте держаться кучнее!» – весело сказал он и подхватил свободной рукой Нину. «Так надёжнее!» Девушка слегка растерялась, но не стала сопротивляться. Теперь уже Сергей завладел инициативой. Но обращался он только к Нине, и той поневоле приходилось отвечать. Люба держала его под руку с другой стороны, но в основном видела только его затылок. Это её жутко раздражало. «Ниночка, а где вы работаете?» – вдруг раздался вопрос Сергея. Нина молчала, собираясь с мыслями. «А вы угадайте!» – неожиданно для себя вклинилась Люба. «Учительницей!» – тут же отреагировал Сергей. «Прямо вижу вас за учительским столом!» У Нины почему-то болезненно сжалось сердце, или потому, что он угадал заветную мечту девушки, или потому, что доярка – её нынешняя профессия. В глазах городских, конечно же, выглядит унизительно. «Да что городских? Вон даже Любашка морщит нос, приезжая к ним на ферму!» «Нет, не угадали!» – весело ответила за Нину Любашка. «Хм, тогда библиотекарь?» «Нет!» «А, понял! Фельдшер!» «Всё равно не угадаете!» Нина резко остановилась и убрала свою руку из-под его локтя. «Нам уже пора домой!» «Но завтра же воскресенье!» – умоляюще посмотрел на неё Сергей. «Ну ещё немножко!» «Мне завтра рано вставать!» – твёрдо ответила Нина. «В деревне, знаете ли, летом долго не поспишь!» Сергей разочарованно вздохнул. «Ну хорошо! Давайте мы вас проводим!» «Но вы так и не угадали профессию Нины!» – проговорила Любашка, но её перебил Сергей. «А давайте завтра продолжим угадыванье!» «Мы завтра выходные и хотим вас пригласить на экскурсию на наш вертолёт! Вы когда-нибудь катались на вертолёте?» «Сергей!» – перебил его Антон. «Это не положено по инструкции! Забыл, что ли?» «Эх, Антоха, скучный ты парень! Инструкции для того и существуют, чтобы их нарушать! Но хотя бы покажем нашу машину девчонкам, где они такое ещё увидят!» «Вот здорово!» Глаза у Любы загорелись. «Нин, Нин, сходим!» «Как старший по званию и должности, я запрещаю тебе!» – повысил голос Антон. «Антон, ну пожалуйста!» – вдруг обратилась к нему Нина. «Мы только издали посмотрим одним глазком! Мы же их правда никогда не видели!» «Ну хорошо!» – подумав, согласился Антон. «Устроим мы вам экскурсию!» «Покатать, конечно, не получится, ну а вертолёт мы вам покажем! Давайте после обеда возле конторы встретимся!» «Давайте!» – обрадовались девчонки. Нину первую проводили до дома. Пожелали спокойной ночи. И она, наскоро умывшись под уличным рукомойником, чтобы никому не мешать, отправилась спать в летнюю кухню. Надо было срочно уснуть, ведь вставать уже через три часа. Но сон не шёл, как она себя не уговаривала. Перед глазами всё время вставал улыбающийся Сергей. Его взгляд, устремлённый на неё. Его рука, которая вначале держала её под локоток. А потом, когда она хотела убрать свою руку, он поймал её ладонь и больше не отпускал. У неё всё плавилось внутри от этих новых ощущений. Бросало то в холод, то в жар от одних только воспоминаний. То вдруг вспоминалось сердитое лицо Любки и её недовольный голос. «Сергей мой, я первая его выбрала, а ты пришла просто за компанию». Потом её мысли переключались снова на Сергея, и у неё замирало сердце от его восхищённого взгляда. Потом она вспомнила, как он ловко раскидал местных парней и свой восторг. Никогда она ещё не встречала таких мужчин, настоящих офицеров, лётчиков. Только в кино и книгах. Наверное, Экзюпери был точно таким же. А как они похожи, даже внешне. Голова её беспрестанно кружилась, как после шампанского, ударившего в голову. А ещё, ещё она вспомнила, как он взял её под руку, вопреки Любкиному сопротивлению. Она ему определённо нравилась больше подруге, но… Тут Нина тяжко вздохнула. Но она обещала Любе не становиться у неё на пути. Парни скоро уедут, а Любка останется. Ей не хотелось терять подругу и чувствовать себя виноватой. Нет, твёрдо она сказала себе. Завтра я схожу на экскурсию и точка. Пока это безумие не накрыло меня с головой. А ещё лучше, лучше отказаться от этой затеи. И дёрнула же меня упросить Антона. Мне довольно подумала Нина. Теперь не отвертишься. Ну ничего, я вытерплю, я сильная. Главное, больше не позволять Сергею прикасаться ко мне. И не смотреть на него. Только на Антона. А сейчас спать. Хотя бы пару часов. Успокоив себя этими мыслями, она отвернулась к стене. Но сон не шёл. Помимо воли, снова встал перед глазами образ Сергея. Не сотрёшь. Нина с досадой приподнялась на локте и выглянула в окно. Там уже вовсю брежил рассвет. Нет, бесполезно. Не уснуть. Всего час остался до подъёма. Лучше встать и не спеша приготовиться к работе. Нина вышла во двор, огляделась по сторонам и вздрогнула. Возле калитки за оградой стоял Сергей. Увидев её, тут же открыл калитку и вошёл. Её словно током пробило. Вы что, что вы здесь делаете? Дрожащим голосом проговорила она. И зачем вы здесь? Вас жду. Простодушно ответил он и обезоруживающе улыбнулся. Никак не мог уснуть. Вы так и стоите перед глазами. Я повертелся, повертелся. Антоха дрыхнет, а меня словно сила какая-то неведомая сдёрнула с кровати. Я вспомнил, что вы в пять утра встаёте и сюда помчался. Так захотелось вас увидеть. Не верите? Нина молчала, совершенно потрясённая, не в силах вымолвить ни слова. Её сотрясала внутренняя дрожь, которую она никак не могла унять. А он стоял совсем рядом и смотрел такими глазами, что сердце было готово выскочить. Она покачнулась, и он тут же схватил её за руки. Вы напугали меня. Слабо улыбнулась она, отстраняя его от себя. Приклала руку к груди, чтобы унять сердце. Уходите отсюда, я прошу вас. Но почему? Умоляюще прошептал он, не сводя с неё горящий глаз. Я всё время думаю о вас. У меня никогда такого не было. Я не вру, правда. Уходите. Немного овладев собой, уже сердито приказала Нина. Вы нравитесь Любе, и я не собираюсь идти против своей подруги. Но мне не нравится Люба. Горячо перебил её Сергей. У меня нет никакого желания с ней встречаться, вот ей Богу. Нина чувствовала, что её трясёт, как в лихорадке, зуб на зуб не попадает. Конечно, утренняя прохлада дала о себе знать, но не только. Она изо всех сил сдерживала себя, чтобы не выдать дрожь, чтобы унять клацанье зубов. Извините, здесь очень холодно. Я больше не могу здесь стоять. Уходите. Этот момент скрипнула дверь дома. Это выходила мама, чтобы подоить Марту и отправить стадо. Уходите быстро, прошептала Нина и подтолкнула его к калитке. И запомните, мне нравится Антон. Сергей потемнел лицом, сжал кулаки и выскользнул за калитку, скрывшись в кустах. Дочка, ты разговаривала с кем-то? Подошла к ней мама, гремя ведром. Да это дядь Гриша поздоровался, не спится ему. А что ты такая бледная? На тебе лица нет. Сполошилась мама. Ты не заболела часом? Нет-нет, просто не выспалась. Поздно пришла с танцев. Приходя в себя, ответила дочь. Так давай я за тебя на ферму схожу. Отоспись. Мать не сводила с нее встревоженного взгляда. Да нет, мне сейчас лучше просвежиться. Приду с дойки, отосплюсь. Но отоспаться у Нины не получилось. Придя с фермы, она только собралась прилечь, как примчалась Любка с вытаращенными глазами. Некоторое время она не могла вымолвить ни слова. Наконец, отдышавшись, выпалила. Ой, что я тебе сейчас расскажу? Наши пацаны Сергея избили. Как? Когда? Подскочила Нина. Уже утром на рассвете. Это мне Петька по-соседски доложил. Он тоже там был, но успел убежать до прихода милиции. Сергей почему-то один шел по деревне уже на рассвете, когда наткнулся на наших пацанов. Генка аж завыла от восторга, увидев его. Говорит Сереге. Я тебе обещал ноги повыдергать. Сейчас выдерну. Серега сражался, как лев, но их было пятеро, представляешь? Они так его отдубасили, мама не горюй. Петька говорит, что живого места не было. Щеки у Любки пылали. Она бесконечно прикладывала к ним ладони, но они полыхали еще ярче. Ой, что будет, как бы пацанов наших не засадили. А Сергея тебе уже не жалко? Перебила ее сердита Нина. А если они его калекой сделали? А пусть не шляется до утра. Запальчиво ответила Любка. Нас-то они проводили еще в час ночи, а его одного встретили уже в пятом часу. Антона рядом не было. Значит, он еще куда-то ходил. Пойди к какой-нибудь бабе одинокой. По нему же сразу видно, что он тот еще ходок. А что же ты тогда на него глаз положила? Усмехнулась Нина. Зачем тебе ходок по бабам? Ну, тогда я еще об этом не знала. Пожала плечами Любка. Это я сейчас такое предположение сделала. Вот скажи, вот где он шлялся до самого утра? Нина вспыхнула. А я откуда знаю? Что ты на меня нападаешь, как будто я виновата? Любка стушевалась. Извини, просто задела за живое. Обидно, знаешь, разочаровываться. Нина стояла оглушенная известием. А ведь Сергей от нее возвращался в это время. Ладно, а мы чем-то можем им помочь? Она вопросительно посмотрела на Любу. Ну, знаешь, в этом случае мы вообще не при делах. Нас рядом не было. Но началось-то из-за нас, напомнила ей Нина. Если бы он не шлялся один по деревне, парировала Любка, а ушел спать вместе с Антоном, ничего бы и не было. Ну да, и Генка бы свою ревность попридержал. То он ответила ей Нина. Ничего бы и не было. А я тут при чем? Вспыхнула Любка. Я ему ничего не обещала. Я что, теперь должна с разрешения Генки ухажера в себе выбирать? Ну ладно, мы все равно косвенно виноваты. Нужно подумать, как им помочь. А что тут думать? Пожала плечами Любка. Этим наш участковый Женька Сверидов занимается. Твой воздыхатель, кстати говоря. Нему и надо идти. Если ты попросишь, он все для тебя сделает. Нина поморщилась, но быстро переоделась и решительно вышла из избы. Тогда бежим скорее. Кабинет участкового был полон народу. Несколько парней сидели за большим столом, прижавшись плотно друг к другу. И что-то писали на белых листках. Доброе утро. Поздоровалась Нина, быстро окинув взглядом помещение. Про себя заметила, что Сергея там не было. Вместо него был Антон, который, оторвавшись от писанины, мрачно кивнул им в ответ. Доброе утро, Нина Васильевна. Встал ей навстречу из-за стола Женька. Рад вас видеть. Евгений Николаевич. Голос Нины зазвенел, как натянутая струна. Это я во всем виновата во всей этой истории. Давайте мне листок напишу свое признание. Вы? Растерялся участковый. А в чем здесь ваша вина? Дело в том, товарищ участковый, что я попросила уважаемых летчиков показать нам вертолет, провести для жителей нашего села экскурсию, потому что мы никогда не видели это чудо техники в реальности. Ну а наши парни не поняли и, увидев нас рядом с летчиками, приревновали. Отсюда и произошла потасовка. Так что это я виновата. Это моя была идея. Можете наказывать меня. И Нина покаянно опустила голову. Тут же услышав возле уха восхищенный Любашкин шепот. Ну ты даешь, подруга. Молодец. Парни сразу оживились. Зашелестели листками. Генкина ревность и горячность могла им всем вылезти боком. Евгений Николаевич растерянно смотрел на девчонок. Ну даже не знаю. Просто пострадавший сейчас в медпункте. Его раны осматривают и обрабатывают. Все от его самочувствия и показаний будет зависеть. А можно я с ним поговорю? Отважно продолжала Нина. Участковый не успел ответить. Этот момент дверь открылась, и в кабинет прихрамывая, зашел Сергей с перебинтованной головой и заплывшим глазом. Нина тут же бросилась к нему. Товарищ капитан, простите меня, пожалуйста. Я вас так подставила из-за своей дурацкой затеи показать нам вертолет. Простите наших парней. Они просто неправильно нас поняли. Все в порядке. Разбитые губы Сергея чуть дрогнули в улыбке. До капитана я еще пока не дорос, но все равно спасибо. Да, это было недоразумение. Я с этими шел сюда, чтобы объяснить, что все в порядке. Генка, ты совсем сошел с ума? Люба отчитывала парня за углом конторы. Чем ты думал, когда вы целой оравой решили проучить летчика? Если бы ни Нина, ни ее находчивость, точно бы срок склопотал. Генка угрюмо опустил голову. А че он зарывается? Он мне руку вывихнул. Ага, и голову заодно. Пыркнула Любка. С чего ты взял, что я твоя девушка? Что ты имеешь право вмешиваться в мои отношения? Я тебе что-то обещала? Нет, но ты же со мной в кино ходила. Ага, два раза. Насмешливо кивнула Любка. А потом больше ни разу с тобой не пошла. Но ты же не объяснила, почему? Огрызнулся Генка. Все причины какие-то находила. Вот именно, находила. Передразнила Любка. А ты что, недогадливый такой? Тебе все прямым текстом надо объяснять. Лучше тебя послать в грубой форме, что ли? Иначе не поймешь? Да нужна ты этому летуну, перебил ее Генка. Завтра улетит и ищи свищи и не вспомнит больше о тебе. Но это мы еще посмотрим. Любка гордо вскинула голову, откинув назад светлую косу. А ты чтоб больше не мешался, иначе отцу все расскажу. Тебе не поздоровится. Все понял. Генка продолжал угрюмо молчать. Я спрашиваю, все понял? Повысила голос Люба. Понял. Наконец пробормотал Генка. Потом быстро взглянул на нее из-под нахмуренных бровей и упрямо продолжил. Но ты тоже помни, если летчик не возьмет тебя замуж, я все равно возьму. Любка фыркнула. Хотела что-то ответить резкое, но передумала и, махнув рукой, быстро забежала в контору. В кабинете девчонок ждали Антон с Сергеем, пока она разбиралась с Генкой. Нина улаживала дела с участковым. А вот и я. Любка забежала в кабинет и улыбнулась. Парни тут же, как по команде, встали со своих стульев. Ого, вот это тренировка! Подумала с восхищением девушка. Так значит, это ваш кабинет? Антон с любопытством огляделся вокруг. А где все-таки работает Нина? Где ее кабинет? Далековато отсюда! Рассмеялась довольная Любка. Но пусть она лучше вам сама все скажет. А то я потом еще виноватая буду. Заинтриговали. Сергей ухмыльнулся и тут же сощурился от боли в разбитой губе. Ну да, подхватил Антон. Судя по ее решительному характеру и уму, должность она занимает крутую. Вон как участковый к ней обратился по имени-отчеству. Сразу видно, уважает. Любке стало досадно. Она даже покраснела от обиды. А ее должность значит маленькая? Да какую там высокую должность? Хмыкнула она. Тоже меня насмешили. Да дояркой она работает на ферме. Простой дояркой. Выпалила вдруг Любка, сама от себя не ожидая, и еще больше залилась краской. Этот момент ей самой стало неприятно. Словно она чем-то подставила подругу. В кабинете повисла напряженная тишина. Эту минуту дверь отворилась, и в кабинет ворвалась оживленная Нина. Заждались? Весело проговорила она. Извините, задержалась немного. А что вы такие грустные? Случилось чего? Да нет, все в порядке, Нин. Просто парни очень интересовались, где ты работаешь, ну я и сказала им. Быстро протараторила Любка. А что здесь такого? У нас все работы хороши, разве не так? Тем более, ты сама всегда говорила, что любишь свою работу. Любка с вызовом посмотрела на подругу, а Нина вдруг облегченно рассмеялась. Ну и молодец, что сказала. Секрета никакого нет. Да, я люблю свою работу, своих животных. А что не так? Парни некоторое время патриационно молчали. Первым пришел в себя Сергей. Да нет, все в порядке. Мне просто больно говорить. А работа у вас необычная для такой хрупкой девушки. И тем она, наверное, интереснее. Сводите на экскурсию? Неожиданно попросил он. Серый, ну ты чего? Невольно поморщился Антон. Не можешь без приключений? Не могу. А ты не хочешь, не ходи. Тут же парировал Сергей. Лично мне интересно, ты видел когда-нибудь живую корову, чтобы не на картинке? То-то. Давайте так. Сегодня экскурсия с нас, а завтра, ну или когда удобнее, Ниночка покажет своих подопечных. Мне правда очень интересно. Я не против. Улыбнулась Нина. Только мои буренки с характером. Остро реагируют на чужих. Если вы им не понравитесь, такой рев могут устроить. Любка обиженно молчала. От ее внимания не ускользнуло это ласковое обращение Сергея, Ниночка. Надо же! С досадой подумала она. Коровы его, видите ли, заинтересовали. Ничем его не прошибешь. Этот момент она встретилась с понимающим взглядом Антона. А ведь он тоже ничего. Мелькнула у нее мысль. Рассудительный, в отличие от безбашенного Сереги. И тем более старший по званию. Наражен точно не полезет. Быстрее дослужится до генерала. А этот? Этот на любую амбразуру полезет грудью. Да еще и бабник. Вспомнила она его ночные похождения. Наверное, хорошо, что меня Бог от него отвел. А Антон? Антон что надо. А в форме так вообще улет. Антон действительно сегодня был в военной форме. И на фоне пораненного и взлохмаченного Сергея выглядел просто блестяще. Давайте уже вертолеты смотреть. Радостно предложила Любка и потерла руки. Мне уже не терпится. А на ферму? На ферму уже без меня, ладно? Что я там не видела? Нина только укоризненно взглянула на нее. Вертолетную площадку сделали на отшибе села. Сюда же пригнали строительный вагончик, в котором проживали оба летчика и пожилой механик Петр Тимофеевич. «Тимофеевич, принимай гостей!» – весело крикнул в открытую дверь вагончика Антон, став быстрее чайник. Механик лежал на постели в одних трико и читал книгу. Услышав голоса, тут же вскочил, быстро натянул футболку и выглянул из вагончика. «Ого!» – присвистнул он, увидев забинтованную голову Сергея. «Где это тебя угораздило, Сергей Палыч?» А потом перевел свой взгляд на девушек и усмехнулся. «Ага, все понятно. Меня Петр Тимофеевич зовут». «Люба». «Нина». «Очень приятно. А чайник вон на плите, уже горячий. Там и уха свежая. Утром окуньков наловил в реке». «Ну да ладно, не буду вам мешать». И тут же скрылся в вагончике. «Да вы не обращайте внимания на Тимофеевича!» – смутился Антон. «Он не очень компанейский. Может, пообедаем сначала? Я лично сильно проголодался». Девчонки застенчиво пожали плечами. «Серега, сходи за тарелками в вагончик и хлеб захвати». Приказал Антон, и Серега послушно отправился выполнять поручение. Он чувствовал себя отвратительно. Раны вдруг резко занели. Начала кружиться голова, а веки слепались. Бессонная ночь и сделанный фельдшером укол, видимо, начали своё действие. Он глянул на отвернувшегося к стенке Тимофеевича, который решил прикорнуть, и сам тут же рухнул без сил на кровать. Всё вокруг медленно поплыло. «Я сейчас. Только одну минуточку и встану». Пробормотал он и тут же вырубился. «Ну ты и дрыхнуть, приятель. Вставай, уже утро». Услышал он, как сквозь вату насмешливый голос Антона и еле разлепил веки. С трудом поднял голову и потряс ею, чтобы стряхнуть сон. Голова болела, как после тяжкого похмелья. Потрогал рукой голову, нащупал бинт. «Что это?» – пробормотал он. «Где я?» «Да, тяжёлый случай», – усмехнулся Антон. «Что, совсем ничего не помнишь?» «Нет». Снова потряс головой Сергей. Сел на кровать, пытаясь прийти в себя. «Что, и девчонок не помнишь, как пригласил их вертолёт посмотреть?» В голове Сергея сразу прояснилось. Перед глазами тут же возник выразительный образ Нины. «А, блин!» – простонал он. «А они что, уже ушли?» «Ну, ясен пень, если уже утро. Ночевать они здесь не собирались. Да и негде особо». Антон продолжал с усмешкой наблюдать за Серёгиными страданиями. «Блин, блин, блин!» Серёга со злостью ударил кулаком об подушку. «Да ладно, всё нормально!» – сжалился наконец Антон. Все с пониманием отнеслись как к пострадавшему, особенно Нина. На этом имени Антон сделал паузу, а Сергей выжидательно на него уставился. «Она очень за тебя переживала. Даже настойки целебной дала для тебя, когда я её провожал. Рану мазать и внутрь принимать». Говорит, вмиг всё зарастёт, как на собаке. «А ты… ты её провожал?» – ревниво переспросил Серёга, пытаясь по лицу приятеля что-то прочесть. «Да успокойся ты от Элла!» – мыкнул Антон. «Не интересует меня твоя Нина. Вот только доярки мне ещё не хватало». «При чём здесь доярка?» – нахмурился Сергей. «По ней же видно, что умная девчонка. Просто деревенским не всем везёт выучиться дальше. Многие остаются в деревне и работают там, где придётся. Она ещё молодая, ещё сможет выучиться». «Ты серьёзно?» – Антон с удивлением уставился на приятеля. «Ты что, серьёзно на неё глаз положил?» «Да брось! Только уедешь отсюда, через три дня забудешь про неё. Уж я тебя знаю как облупленного. Ещё раз говорю, не морочь ты девчонке голову, а то я вижу, какими глазами она на тебя смотрит». «Какими?» – вдруг оживился Серёга. «Правда? Смотрит?» А потом покраснел, словно его на месте преступления застукали. «Чфу! Неисправим!» – с досадой плюнул Антон, потом более пристально всмотрелся в глаза Сергея и покачал головой. «А вот это ты напрасно! Слушай, как друг тебя прошу! Оставь ты эту глупую затею! Не ходи больше к ней, пока ещё зашло недалеко. Нина ведь из тех девушек, на которых женятся. Размениваться она не станет!» «А почему это я не могу жениться?» Горло у Сергея перехватило от внезапного спазма, и он перешёл на шёпот. «Я, может, всю жизнь искал такую девушку!» «Ты?» – Антон ошалело посмотрел на приятеля. «Ты же ещё три дня назад говорил, что ещё не родилась та женщина, которая затащит тебя в ЗАГС!» «Выходит, родилась!» – прошептал Серёга, глядя на Антона горящими глазами. Антон понял, что тот не шутит. «С ума сошёл!» – растонал Антон, схватившись за голову. «На доярке! Да её же заклюют в нашем городке и тебя засмеют!» «Нину просто заклюют!» Антон отчаянно искал любые зацепки, чтобы привести в чувство свихнувшегося Серёгу. И последнюю фразу он проговорил громко и отчётливо, делая на ней упор. «Я не позволю, никому не позволю смеяться над ней!» – сжав кулаки, проскрежетал Серёга. «Они и пикнуть не посмеют в её присутствии!» «Но ты же сам говорил, что больше месяца не можешь вытерпеть ни одну женщину!» – отчаянно взывал к его разуму Антон. «Это потому… потому что я ещё никого не любил!» «Ну как можно полюбить за одни сутки?» – голос Антона накалялся. «Так не бывает, это мираж! Временное помутнение рассудка!» «Не знаю…» – опустил голову Серёга. Она вот как вошла в моё сердце с первого взгляда. Он дотронулся рукой до груди. Занозой впилась, и нет мне никакого покоя. Её глазищи так и заглядывают в душу. «Сумасшедший!» – покрутил головой Антон. «А через месяц всё пройдёт, остынешь, и что тогда?» «Да у тебя обычное сотрясение мозга! Это пройдёт!» «У тебя точно сотрясение!» – Антон внимательно посмотрел в глаза Сергея и приказал. «Сегодня от полёта отстраняешься!» «Тимофеич!» – крикнул он механику, выглянув из вагончика. «Отведи, пожалуйста, этого товарища в медпункт! Пусть его хорошенько проверят на предмет сотрясения! Боюсь, что сам он не дойдёт! Ещё завернёт куда-нибудь не туда, потеряется!» Тимофеич хмуро кивнул. «Да нет у меня никакого сотрясения!» – буркнул Серёга. «Просто переспал малость!» «Отставить разговоры!» – перебил его Антон. «Быстро выполнять приказ! Ты не в школе, чтобы пререкаться!» Фельдшер в медпункте, пожилая женщина, осмотрев его, кивнула. «Есть сотрясение в лёгкой форме. Я вам выпишу больничный на неделю, потому что управлять вертолётом в таком состоянии нельзя. Ещё выпишу вам лекарства, а через неделю ко мне на приём». Сергей вышел из медпункта в приподнятом настроении. Повязку ему сняли, раны обработали, голова немного покруживалась, ну а в целом жизнь прекрасна. «Тимофеич!» – обратился он к механику. «Вот у меня больничный. Передай Антону, что я скоро вернусь. Дела у меня кое-какие в деревне». «Нет, так дело не пойдёт!» – возразил Тимофеич. «У меня приказ сопроводить тебя и доставить. Ты уж не обессудь!» «Тимофеич, ну пожалуйста!» – Серёга умоляюще смотрел на механика. «Тут, может, судьба моя решается. Любился я, понимаешь?» «Тьфу!» – Тимофеич выразительно сплюнул на землю. «Да ты в день по три раза влюбляешься!» – влюбился он, вот удивил!» «Нет, почему это я должен тебя слушать?» – рассердился Серёга. «Кто ты такой?» «Тебе был дан приказ сопроводить меня до медпункта, так?» «Так», – подтвердил механик. «А назад сопровождать приказа не было. Мне только вертолётом управлять запретили, а по деревне разгуливать никто не запрещал. Тем более мне свежий воздух нужен для лечения, а у вас там яда химикаты, разные вредные выбросы. Меня изолировать нужно от вас на время, так что бывай!» И махнув опешившему Тимофеичу, Серёга почти бегом припустил по центральной деревенской улице. «Тьфу!» – снова с досадой сплюнул Тимофеич. «Да разве удержишь такого ретивого жеребца? Да ему хоть кол на голове тиши!» «Ну, девки, берегитесь!» Он с минуту смотрел на удаляющуюся фигуру Сергея, качая головой и усмехаясь. Потом медленно побрёл свою сторону. Нина как раз пришла домой с утренней дойки и вместе с пятилетним братишкой Павликом и восьмилетней сестрой Иринкой поливали огород. Дети набирали воду из старой ванны детскими лейками и поливали лунки. А Нина таскала воду из соседского колодца. За этим занятием её и застал Сергей. Заметив, с каким трудом, сжав зубы, девушка тащит тяжеленные вёдра. Она даже не сразу поняла, кто и зачем пытается отнять у неё вёдра. «Да дайте же помогу!» – пробормотал Сергей, перехватывая вёдра и расплескав воду. «И вы это таскаете каждый день? С ума сойти!» «Да нет, папа таскает в основном!» – словно оправдываясь, ответила Нина. «Нам просто немного не хватило воды полить, вот я решила сама принести». Их руки соприкоснулись, и она вспыхнула до кончика в ушей. Щёки предательски заолели. От Сергея это не укрылось, и его сердце радостно ёкнуло. Он донёс вёдра до огорода и вылил воду в указанную ёмкость. Тут же нарисовались Иринка с Павликом, с любопытством разглядывая незнакомого гостя. «А ты Нинин жених?» – вдруг громко спросил Павлик. Иринка тут же фыркнула. «Не говори глупостей!» – строго зыркнула на них старшая сестра и покраснела ещё больше. «Тили-тили-тесто!» – закричали в два голоса шалуны и отскочили на безопасное расстояние, наблюдая за реакцией сестры и её гостя. «Вот я вам!» – показала им кулак Нина. «Придёте вы ко мне!» – Сергей рассмеялся. «Забавные они! Это твои брат и сестра?» – Нина кивнула. «Уф, вредины!» – снова погрозила она своим любимцам. «Давай я наношу воды!» – Сергей подхватил вёдра и ринулся к колодцу, Нина следом пытаясь отнять вёдра. «Но тебе ещё нельзя!» «Устяки!» – весело ответил Серёга. Сказали лёгкое сотрясение. Только вертолётом управлять нельзя, а на остальное запрет не налагали. «Да я тебе сейчас весь колодец перетаскаю!» На душе Сергея было светло и радостно, хоть голова немного и покруживалась. Но главное – они уже перешли на «ты». Значит, первый барьер преодолён. Во дворе под раскидистой яблоней Нина накрыла стол для чаепития. Вынесла из дома ароматный пирог, над которым стали кружить осы. Павлик с Иринкой тут же ухватили по куску пирога. «А как тебя зовут?» – важно задрав голову, поинтересовался Павлик. «Сергей!» – ответил тот, слегка опешив. «А тебя?» «Я Павлик, а это Иринка!» – кивнул он на сестру. «А хочешь, я тебе стишок расскажу про рассеянного с улицы бассейной?» «Расскажи!» – улыбнулся Сергей и, наклонившись, посадил ребёнка на колени. Павлик тут же радостно затороторил, найдя в лице гостя благодарного слушателя. Нина с улыбкой наблюдала за реакцией Сергея. Судя по тому, как осторожно держал он на своих руках малыша, было заметно, что он не очень-то умеет с ними обращаться. «А у тебя есть братья-сёстры?» – спросила Нина, когда Павлик рассказал стих и убежал. «Есть!» – кивнул Сергей, помрачнев. «Брат и сестра, только мы не общаемся». «А почему вы не общаетесь?» – опешила Нина. «Моя мать бросила нас отцом, когда мне было двенадцать лет. Влюбилась и замуж вышла», – помрачнел Серёга. «У меня спросила, ты уже взрослый, выбирай, с кем останешься, со мной или с папой?» Я посмотрел на отца, тот почернел от горя, и я выбрал отца. Хоть мы и не очень-то близки с ним были, но мне так жалко его стало, обидно за него. А потом она в новом браке родила двух детей, но я их так и не видел. Отец мне сказал, «Если поедешь к ним, можешь не возвращаться». И я не поехал. Нина потрясённо смотрела на Сергея, спазм сжал её горло. «Ну а сейчас? Ведь ты уже взрослый, можно съездить познакомиться». «Не могу». Серёга отвёл глаза и опустил голову. «Не могу её видеть и простить не могу. Это выше моих сил». Повисла напряжённая тишина. Сердце Нины сжалось от боли и жалости. Перед ней сидел не бравый лётчик, каким он казался всё это время, а маленький обиженный мальчик с простреленным на вылет сердцем. Его лицо потемнело, а желваки заходили ходуном на лице. Наконец он очнулся и виновато взглянул на Нину. «Прости, давай не будем об этом. Это мои проблемы. Всё уже в прошлом». Но Нина упрямо покачала головой. «Я бы так не смогла. Как бы там ни была, это моя мать, и я всё равно бы нашла возможность с ней общаться. А брат и сестра, они же вообще ни в чём не виноваты. Я даже представить не могу, как бы их у меня не было, как бы я без них жила. У меня ещё двое сестрёнок, чуть постарше этих, носятся где-то на речке с друзьями». «Ничего, а я живу и здравствую». Упрямо сжал губы Серёга и мрачно улыбнулся. Эту минуту калитка отворилась и во двор вошла мама Нины. Сергей тут же вскочил с места, здороваясь. «О, у нас гости. Здравствуйте, здравствуйте». «Знакомьтесь, это моя мама Вера Андреевна», – быстро проговорила Нина. «А это Сергей, он лётчик, поля у нас обрабатывает». «Слыхала». Мама окинула парня беглым, но цепким взглядом. «А к нам какими судьбами?» «Да он просто мне помог ведра с колодца притащить», – покраснела Нина. И я его решила пирогом отблагодарить. «Похвально», – сказала мама и скрылась в доме. Сергей тут же стал собираться. «Может быть, вечером встретимся, погуляем?» – предложил он. «Вы опять?» – вспыхнула Нина, снова перейдя на «вы». «Я же вам говорила, что вы нравитесь Любе, и я не собираюсь». «И я не собираюсь», – перебил её Сергей. «Я не собираюсь встречаться с твоей Любой. Что ты мне её навязываешь? Мне ты нравишься, понятно? Только ты и больше никто». Он с вызовом посмотрел ей в глаза и направился к калитке. Потом обернулся и коротко бросил. «До встречи». Нина смотрела ему вслед, наполненная противоречивыми чувствами. Не заметила, как к ней подошла мама и обняла её. «Мама так редко это делала, вечно занятая делами, что Нина не выдержала и расплакалась у неё на груди». «Мамочка, ну что мне делать?» – схлипнула она. «Кажется, я влюбилась, но не в того». «Не в того», – подтвердила мама. «Залётный он, доченька. Улетит и не вспомнит о тебе, а ты будешь жить с разбитым сердцем. И чтобы его исцелить, годы потребуется. По себе знаю, поэтому и предостерегаю. Не верь ему». «Эх, мама, поздно уже. Не могу о нём не думать. Все мысли мои заполонил. Никогда такого у меня не было». Мама с тревогой взглянула на дочь. «А может, тебе всё-таки стоит на Женьку нашего участкового взглянуть? Парень давно к тебе неравнодушен. Ещё со школы. Клин клином вышибает». «Не могу», – упрямо тряхнула головой Нина. «Не знаю почему, но неприятен он мне. Из него казёнщина так и прёт». «Хм, а из лётчика этого не прёт? Все они служивые из одного теста». «Нет, лётчик другой». Голос Нины потеплел. «Он живой, настоящий. Он близок мне по духу». «А ещё знаешь…» Её голос дрогнул. «Он мне сегодня признался, что его мама бросила в 12 лет, представляешь? Влюбилась в кого-то и бросила их с отцом. И он даже брата и сестру своих младших не видел от её нового брака. Он до сих пор мать простить не может». В глазах девушки сверкнули слёзы. Мама встревоженно смотрела на дочь. «Это ужасно», – прошептала она. «Он же с такой обидой на женщин никогда не станет хорошим мужем. Будет мстить всем подряд, пружить головы и бросать. Знаю я одного такого. Три семьи заводил, ни в одной не задержался. Беги от него, Ниночка, со всех ног беги. Беги, пока не поздно». Нина во все глаза смотрела на мать. Страх зашевелился в её душе. «Это ты про моего отца говоришь?» «Про него, доченька, про него», – вздохнула мама. «Если бы не Володя, не знаю, что бы мы и делали. Хорошо, что взял меня с ребёнком. Повезло мне с ним. А я не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу». Нина смутно помнила своего отца. Ей было пять лет, когда они разошлись. Года два они жили вдвоём с мамой, а потом она вышла за дядю Володю, который первым делом нашёл путь к сердцу ребёнка, а потом и Вера к нему потянулась. А теперь у них отличная любящая семья, и другого отца ей не нужно. «Не волнуйся, мама. В наших отношениях ещё ничего неизвестно», – грустно улыбнулась Нина. «Ну а дальше… Дальше посмотрим». «Беги от него, Ниночка», – настаивала мать. «Беги». Сергей вернулся домой к обеду и тут же получил нагоняй от Антона. «Где тебя носила? Больной называется. С сотрясением где-то шастает. Лежать надо, лекарства принимать. С этой минуты я тебе прописываю постельный режим и запрещаю покидать временную казарму. Всё понятно». «Так точно», – Кмура ответил Серёга. Тут же вошёл в вагончик и вытянулся на кровати. «Обедать будешь?» – заглянул к нему Антон спустя некоторое время. «Уже пообедал». «Понятно. К ней не ходил». «Какая разница?» – огрызнулся Сергей. «В совхозной столовке пообедал». «Так я тебе и поверил», – фыркнул Антон. «На твоей роже всё было написано. Она сияла, как медный таз на солнце, пока я тебе постельный режим не прописал». «Иди обедай, злый день», – буркнул Серёга и отвернулся к стенке. На самом деле, как он не хмурился, ему трудно было сдержать хорошее настроение. Он сегодня почти полдня провёл с Ниной и видел, как она на него смотрела. В душе его пели птицы на все лады, играли гимны и победные марши. Хотя особого повода ещё не было. Да и мама его не очень приветливо встретила. Спросила, какими судьбами. А он растерялся. Пока думал, Ниночка его опередила, за него ответила. «Ну да ладно, у него ещё есть время. Завтра же он наберётся смелости и… А что? А что и? Женится?» Сергей перевернулся на другой бок. Сердце его болезненно заныло. «А если она… А если она тоже, как все? Разлюбит и бросит. Второго такого предательства он точно не переживёт. А если ещё и ребёнок родится? Нет, Нина не способна на такое». Он снова прокрутил в памяти события минувшего дня. Её лицо, голос, улыбку. Всё его очаровывало и пленяло. «Нет, она не может лгать. В ней столько искренности и чистоты, которой он никогда прежде не встречал в девушках. И если она полюбит, то точно не предаст. А если не полюбит? С чего он взял, что она может его полюбить? Может, она уже кого-то любит. Этого Генку, например. Или участкового, который на неё так смотрел. Он же ничего про неё не знает». В душе Серёги шевельнула зревность, дикая, необузданная. Он до боли сжал зубы и застонал. Хорошее настроение моментально испарилось. «А может, прав Антон?» Вдруг мелькнула отчаянная мысль. «Не стоит морочить голову ни себе, ни девчонке. Уеду, и через месяц всё забудется? Жизнь снова войдёт в нужное русло, и постепенно всё сотрётся с памяти? Ну а зачем ему жениться? Ему и так хорошо». Видел он эти семейные отношения у своих приятелей. Часто за кружкой пива рассказывают они об этом. Жалуются Серёге, завидуют ему. От этих мыслей у Серёги разболелась голова, и в эту минуту, словно угадав его состояние, снова заглянул Антон. «Так, какие лекарства тебе прописали? Ты принимал их?» И, встретив непонимающий взгляд Сергея, ужасно рассердился. «Я к тебе в няньке, что ли, нанимался? Давай сюда назначение врача». Серёга задумался, вспоминая, потом похлопал себя по карманам и вытащил смятую бумажку. Антон схватил её, быстро пробежал глазами. «Значит так», – строго произнёс он. «Каждый вечер будешь мне отчитываться о выпитых лекарствах, иначе прогулов наставлю. Всё понятно». «Всё», – вздохнул Серёга и попытался отвернуться к стенке. Но Антон как заорёт. «Быстро выполнять приказ!» Серёга аж подскочил, ударившись головой о полку верхнего яруса. «Блин!» – застонал он, схватившись за голову. «Ты меня решил добить?» «Нет, мозги на прежнее место управить», – усмехнулся Антон. «А то они у тебя заметно свихнулись». Вечером к Нине пришла Любка. «Прогуляемся?» – предложила она многозначительно. «У меня для тебя разговор есть». И что-то такое заговорщицкое промелькнуло в её тоне, что Нина насторожилась. «Сейчас только доделаю начатую работу, подожди меня», – ответила она. Через полчаса подруги медленно шли по направлению к реке. «А ты молодец, Нинок», – похвалила Любка. «Сразу раскусила этих молодчиков». «В смысле?» – не поняла подруга. «Ну, сразу определила, что они летуны. Завтра улетят и ищи свищи, про нас и не вспомнят. Особенно Серёга такой. Как я сразу его не раскусила? Да и Антон не лучше». «Погоди, так что, Сергей тебе больше не нравится?» «Ну, естественно, нет», – протянула Любка. «Не хочу быть очередной жертвой этого ловеласа». «Антон ловелас», – удивилась Нина. «Бабник он», – перешла Любка на шёпот. «Он по ночам к бабам разведённым ходит». «Откуда ты знаешь?» Нина ошалела, уставилась на подругу, чувствуя, как мороз пополз по спине. «Знаю», – уверенно ответила Любка. «Думаешь, за что ему бока намяли?» «Ну так, Генка, за тебя же», – неуверенно произнесла Нина. «Я сомневаюсь в этом», – таинственно продолжала Любка. «Они его встретили на рассвете одного, без Антона. Откуда он мог возвращаться?» «Вот тут и оно». Нина ошарашенно молчала, не зная, что и думать. У неё совершенно вылетел из головы тот утренний, самый первый визит Сергея к ней. Ну а Любка про него не знала, поэтому совершенно искренне верила в придуманную ей самой версию. И также искренне предупреждала об этом подругу, чувствуя себя спасительницей. Два дня Сергей никуда не ходил. Ел, спал, принимал лекарства, а о дальнейших своих отношениях с Ниной старался не думать. Антон зорко следил за тем, чтобы напарник никуда не исчез, предупредил об этом и Тимофеича. А Серёга особо и не возражал, решив никуда не спешить. Ну а там подумает, время ещё есть. Но на третий день лётчиков ждал сюрприз. В девять утра к вагончику лихо подходил служебный автомобиль, и из него вышла заведующая медпунктом с незнакомой женщиной. «Вот, я вам врача-невролога привезла из райбольницы», – заявила она, поздоровавшись. «Не стала я брать ответственность на свою душу. А вдруг я ошиблась в диагнозе? Не могу вас к полёту допустить без обследования специалиста. Это всё-таки вертолёт, а не машина». Районный невролог долго и нудно осматривала пациента и в результате вынесла вердикт запретить полёты ещё на месяц. «Да вы что?» – возмутился Сергей. «Из-за небольшого сотрясения столько волокиты? Да я себя отлично чувствую, хоть сейчас в небо». «Ни в коем случае!» В два голоса запротестовали местные светила медицины. «Вам бы лучше полежать в отделении для надёжности». «О, только не это!» – застонал Серёга в отчаянии. Переложив всю ответственность на Антона, медики уехали, а тот не стал долго разговаривать. «Сегодня я закончу первую обработку полей и уже вечером можно улететь домой. А на вторую обработку найду тебе замену, так что не расстраивайся». Сергей был в шоке. Только он был уверен, что времени у него завались, а оказывается, осталось только полдня. «Мне нужно сгонять в деревню. Отпусти меня. Это очень важно». Он умоляюще посмотрел на Антона. «Ты с ума сошёл?» – возмутился тот. «Я из-за твоей дурости сам без выходных все поля обработал. Тороплюсь, чтобы его величество в ценности и сохранности доставить, а он сказал бы ещё спасибо, что я о твоём геройстве не доложил в часть. Не знаю даже, как ещё всё это буду объяснять. Ты лучше садись и объяснительную сочиняй. Откуда у тебя сотрясение?» Потом обратился к Тимофеичу. «Тимофеич, под твою ответственность, чтобы шагу отсюда не ступил. Всё ясно». «Так точно», – подтвердил Тимофеич. Антон улетел, а Сергей совсем упал духом. «Что же делать? Отслушаться? Сбежать? Но у него и так грехов не счесть. Ещё с этим сотрясением будут разборки. Как бы рапорт не заставили писать. А Нине…» Нине он напишет письмо с объяснением. И тут он вспоминает, что даже фамилии девушки не знает. «Куда писать? На деревню Нине? Красивой доярочке?» Серёга невесело усмехнулся. И вдруг невдалеке он заметил стайку мальчишек, примчавшихся на велосипеде посмотреть вертолёт. Вертолёт улетел, и мальчишки тоже собирались уезжать. Сергей свистнул им и махнул рукой, подзывая. Они, испуганно озираясь, не смело подъехали. «Привет, пацаны!» Бодро поприветствовал их лётчик. «Мне нужно узнать фамилию одной девушки. Зовут её Нина, которая живёт на улице. Чфу, ёлки-моталки!» Не глянул на название. «Она ещё дояркой работает на ферме. У неё есть маленький брат и сестра». Он с надеждой смотрел на пацанов, а те только пожимали плечами. «Деревня вообще-то не маленькая, всех не упомнишь, да ещё и по фамилии. Ну, если соседей только». «А, я понял, о ком вы говорите», – сказал один паренёк. «И знаю, где они живут, но фамилию не знаю. А ты можешь ей записку передать? Это очень важно. Представь, что ты задание военного лётчика выполняешь». «Хорошо», – согласился паренёк. «Пишите вашу записку». Сергей радостно умчался в вагончик и через пять минут вернулся, протягивая небольшой листок бумаги, сложенный вчетверо. «Только не потеряй, я очень на тебя надеюсь». Пацан с готовностью кивнул, положил записку в карман и с очень важным видом секретного агента вскочил на велосипед. Пацаны молча отправились следом, словно взяв его под охрану. «Ну вот», – поручил пацанам серьёзное дело. Усмехнулся про себя Серёга. «Полдня будут ходить с гордым видом, что секретное поручение исполнили». «Уй, надо было сказать, что лично в руки», – хлопнул себя по лбу Сергей. «А то ещё доверят кому-нибудь из малявок». И как в воду глядел. Притормозив возле калитки, пацаны спросили играющую в палисаднике девочку. «А твоя сестра дома?» «Нет, на работу пошла». «Ну тогда передай сестре это секретное письмо лично в руки, это от лётчика». Парнишка залез в карман и протянул ей записку. «Только не потеряй, это очень важно». И пацаны изо всех сил надавили на педали, только столб пыли за собой оставили. Девочка подержала бумажку в руках, размышляя, куда бы её приткнуть. Карманов у неё не было и засунула под какую-то досточку. «Потом возьму». Этим же вечером Нина узнала от подруги, что лётчики улетели. «Антон ещё вернётся через две недели, а Серёга нет из-за сотрясения», сообщила Любка. «Мне медсестра из медпункта сказала». Сердце Нины болезненно сжалось. Даже не попрощался. Тольнула неприятная мысль, но она быстро себя одёрнула. Хотя может и к лучшему, быстрее забудется. Но как не убеждала себя Нина, что ничего особенного не случилось, что всё идёт по-прежнему. Но покой был потерян. Словно Сергей увёз его с собой. Исчезла прежняя удовлетворённость жизнью. Всё перестало радовать. Сон пропал, аппетит тоже. Она потускнела, помрачнела. Словно выключили внутренний генератор, и она ещё продолжала что-то делать по инерции. Краски жизни потухли. Она перестала улыбаться. И всё это не скрылось от глаз матери. «Что с тобой, Нина? Ты не здорова?» – тревожно спросила она дочь. Та лишь пожала плечами. «Здорова? Вот только не радует ничего». Всё как-то померкло, поблёкло. Смысл жизни словно потерялся. Мать Нина на шутку встревожилась. Вечером перед сном решила поговорить с мужем. А вдруг она влюбилась в этого лётчика? Что теперь делать? Замуж её надо срочно выдавать. Засиделась она в девках. Ответил муж. Придумала себе принца, вот и тоскует. Состояние Нины вскоре заметили и односельчане. Бабы, сидя на лавочках, вечерами судачили. Улетел Нинкин лётчик, бросил её. «А я смотрю, чего она такая понурая. А ну вон а что, бросил. Падю в положение и ещё». Да без всякого сомнения, чего бы она так убивалась? «Вот бедолага, кто ж её теперь замуж-то возьмёт порченую». Сплетни словно птицы быстро разнеслись по всей округе и долетели до ушей матери. «Нина, доченька, ты откройся матери». Насела она на дочь. «Было у вас чего с этим лётчиком?» «Ой, мам, перестань». Нахмурилась Нина. «Мы виделись-то всего два раза». «Ну а что тогда случилось?» «Не знаю», – ответила дочь. «Плохо мне и всё». «Из-за него?» «Да», – призналась наконец Нина. «Мне кажется, я люблю его и ничего не могу с этим поделать. А он уехал, и я теперь его никогда не увижу». Нина вдруг схлипнула, закрыла лицо руками и убежала к себе в комнату. «Что же теперь делать?» – мучительно думала мама. «Испортил негодяй девке жизнь и в кусты?» «Нет уж, дорогой, придётся отвечать за свои поступки». У неё внутри всё дрожало от негодования. Она уже и забыла, что несколько дней назад сама уговаривала Нину бежать от Сергея со всех ног. А теперь напряжённо думала, что его нужно… Нужно заставить жениться? Другого выхода она просто не видела. А если не захочет, то припугнуть. Он же всё-таки комсомолец, да ещё и лётчик. Нужно найти на него управу. «О господи, о чём это я?» – горько усмехнулась мать. «Разве будет Ниночка счастлива, если его насильно женить? Нет, так не пойдёт. Но что же делать?» Мучительно размышляя, женщина не заметила, как ноги её привели в палисадник, где любили играть дети. Но сейчас здесь было пусто. Она присела на маленькую скамеечку, которую смастерил детям отец. Сидела и задумчиво перекладывала их самодельные игрушки. И вдруг заметила листок, выглядывающий из-под досточки. По инерции она взяла его и развернула. Быстро пробежала глазами по строчкам. Радостно встрепенулась, подскочила на месте. Хотела броситься в комнату дочери, но вдруг остановилась. «Так, а почему Нина бросила эту записку здесь? Почему она решила ему не отвечать?» «О господи, сколько вопросов». Она печально вздохнула. Никогда раньше Ниночка не доставляла ей никаких хлопот. Другие дети – да, а она – нет. Наоборот, всегда поддержит, утешит, воодушевит. А сейчас её взрослая любимая девочка сама нуждается в помощи. «Я ему сама напишу», – решила женщина. И немедленно. Она вошла в дом, достала листок бумаги и сразу написала, как легло на душу, крупным размашистым почерком. «Сергей, это мама Нины Фёдоровой. Если Нина тебе дорога, срочно приезжай. А если нет, выброси это письмо и забудь про мою дочь». Она решительно упаковала эти несколько строчек в конверт, заклеила его и отнесла на почту. Вернувшегося в часть Сергея сразу же уложили в госпиталь. И там, изнывая от безделья, он был вынужден много думать. Он поймал себя на том, что тоскует по Нине. Ругал себя, что смолодушничал и не сходил к ней попрощаться. Он каждый день с нетерпением ждал её письма. Но дни летели, а весточки всё не было. «Нина, Ниночка!» – с тоской думал он, глядя в белый высокий потолок над кроватью. «Почему не отвечаешь? Неужели обиделась? А может, пацаны не довезли мою записку или отдали кому-то другому? Эта неизвестность убивала его. Как только выпишут, сразу поеду к ней», – решил он. «Иначе с ума сойду. Пусть лучше сама скажет, глядя мне в глаза, что не любит, что мне нечего ждать». И вот за несколько дней до выписки ему передали письмо. «Так вот, кому попала моя записка? Её маме!» – подумал он взволнованно. «Значит, она решилась дать мне шанс?» Сергей шёл к дому Нины и пытался унять выскакивающее из груди сердце. «Что я ей скажу?» – думал он. И как она отреагирует? «А вдруг не станет разговаривать и выгонит меня в очередной раз?» Он вошёл в ограду и тихо прикрыл за собой калитку. Навстречу ему выскочил Павлик, увидел его и замер. «Привет!» – улыбнулся Сергей. «А Нина дома?» «Нина, Нина, к тебе лётчик прилетел!» Оглушительно на всю улицу заорал Павлик и стремглав кинулся к дому и чуть не сбил с ног, выходящую в этот момент сестру. Нина замерла на пороге, увидев Сергея. «Ты приехал!» – прошептала она, губы её невольно задрожали. И в эту минуту они, оба не сговариваясь, бросились в объятия друг к другу. «Ты приехал!» – повторяла она снова и снова, пытаясь скрыть свои слёзы у него на груди. Я примчался, шептал он в ответ, совершенно потеряв голову от счастья, и прижимая её к себе нежно и трепетно, как самую большую драгоценность. Сердце буквально разрывало грудь, а в душе пели сиренады на все лады. «Она ждала меня, ждала!» И летели тесто. Начал было Павлик, но прибежавшая на его крик Иринка быстро зажала ему рот и тут же утащила в палисадник. «Не надо их дразнить!» – серьезным тоном сказала она брату, по-взрослому нахмурив брови. «Не видишь, что ли, что у них любовь? И Нина, ты посмотри на неё!» – снова улыбается впервые за много дней. Павлик завертел головой, пытаясь рассмотреть улыбающуюся Нину, но из палисадника её не было видно. Зато было видно, как соседка Баба Клава, бросив свои огородные дела, с любопытством заглядывает через забор, пытаясь рассмотреть, с кем же там обнимается Нина. «Отвернись и не подглядывай!» – строго крикнул он старухе, и та испуганно вздрогнула, засуетилась и уткнулась в свои грядки. «Нина, Ниночка, как же я скучал!» – горячо шептал девушке Сергей. «Ты отняла у меня сердце и покой. Ни о чём не мог больше думать, только о тебе!» Нина радостно улыбалась, прижимаясь к его широкой груди. Слёзы целительным потоком вымыли из её души всю горечь пережитых страданий, и на душе стало легко и светло. «Я тоже!» – призналась она. «Совсем потеряла покой, ничего не радовала. Думала, умру, пока тебя снова не увидела». Тут она что-то вспомнила, видимо, давно мучившая её. Отстранилась от него и нахмурилась. «А от кого ты возвращался на рассвете, когда тебя парни избили?» – ревнево спросила она. «Как от кого?» – рассмеялся Сергей. «От тебя, дорогая, забыла, что ли? Ну, когда ты меня выгнала и заявила, что тебе Антон нравится. И больше ты никому не заворачивал?» Он покачал головой, и она почувствовала, как отлегло от сердца. И подозрения, столько дней изводившие её, растаяли как утренний туман на заре. «В тот момент мне было точно не до кого», – мыкнул Серёга. «Я шёл злой, как сто индейцев. И когда эта пятёрка с угрозами выползла мне на дорогу, им тоже досталось от меня по полной». «Значит, это я виновата, прости». «А тебе правда, Антон, тогда понравился?» «Нет, конечно. Я его даже не запомнила. Я думала, ты с Любашкой, вот я отталкивала тебя. Ты мне понравился с первого взгляда. А я вообще утонул в твоих глазах, веришь?» Его взгляд пронзил до глубины души. «Верю», – ответила тихо, опустив глаза, и тут же услышала. «Ниночка, я люблю тебя. Выходи за меня замуж». Она замерла, всё ещё не веря своим ушам. «А разве так бывает?» Зажмурилась она. «Мы же с тобой даже не дружили». «Ну давай подружим немножко». Улыбнулся он и осторожно поцеловал её. «Но только чуть-чуть, до свадьбы. Ты согласна?» Она открыла глаза и с улыбкой смотрела на него, готовясь дать ответ. Когда у них за спиной вдруг прозвучал голос матери. «Только с одним условием». Застегнутая врасплох влюблённая парочка тут же подскочила, оглядываясь и краснея. «С каким?» – пробормотал Сергей. Сердце его сжалось от нехорошего предчувствия. «Ты должен обязательно помириться со своей матерью и простить её», – твёрдо ответила Вера Андреевна. «А также познакомиться со своими братом и сестрой. Иначе я не дам своего благословения». Сергей потрясённо молчал, не зная, как реагировать. Нина тревожно взглянула на мать. «Это ещё зачем?» – глухо произнёс он. Его глаза потемнели, и он упрямо мотнул головой. «Я не смогу. Это выше моих сил. Сделай это ради Нины», – попросила Вера Андреевна. «Поверь, тебе легче будет строить свою семью, если ты простишь свою мать. А хочешь, я с тобой к ней поеду?» Вдруг поддержала Нина свою маму и умоляюще взглянула на Сергея. Сергей вернулся в часть совершенно в растрёпанных чувствах. С одной стороны, при мыслях о Нине, всё в его душе начинало петь и ликовать. А с другой, стоило ему подумать об условии Веры Андреевны, всё внутри начинало протестовать, и появлялась ноющая боль, как от занозы, засевшей где-то глубоко. Он начинал вспоминать своё детство. Полузабытые черты матери, их непростые отношения с отцом. Друг с другом они почти не общались. Завтракали и ужинали всегда врозь и всё на бегу. А если начинали выяснять отношения, заканчивалось всегда одним и тем же. Отец громко хлопнув дверью, уходил, а мать ложилась на кровать и отворачивалась лицом к стенке. И так могла пролежать весь день. В такие минуты маленький Серёжа особенно остро чувствовал себя несчастным и никому не нужным. После ухода матери, он отчаянно по ней скучал. Он ждал её приезда каждый день, не зная, что отец сразу поставил ей условие. Сына она больше не увидит. Тоска по матери в конечном итоге вылилась в тяжёлую обиду, занозой впившуюся в сердце. Рана уже перестала кровоточить и лишь изредка в трудные моменты давала о себе знать, вызывая ноющую тоску. Промаявшись три дня в мучительных воспоминаниях и бесплодных размышлениях, Сергей вдруг решил на выходных съездить к отцу, обсудить с ним эту проблему. А вдруг он что-то подскажет или хотя бы адрес даст. Ну а если нет, придётся думать самому. И в воскресенье первой же утренней электричкой Сергей уехал домой. Отца заранее не стал оповещать, решив сделать сюрприз. Дверь ему открыла заспанная незнакомая женщина в домашнем халатике. Увидев растерянное лицо парня и узнав его по фотографии, она радостно воскликнула. «Ой, Серёжа! Паша, скорее, к тебе сынок приехал!» В следующую минуту Серёгу затискал в объятиях счастливый отец. «Ну что же ты не позвонил?» Смущённо выговаривал он сыну. «Я бы встретил, мы бы встретили. Кстати, знакомься, это Валюша, Валентина Ивановна». Он немного запнулся, думая, как лучше представить свою подругу. Потом решительно добавил. «Моя любимая женщина и будущая жена. Прошу любить и жаловать. Можно тётя Валя?» Зардевшись, как молоденькая девочка, добавила женщина и протянула ему руку. Сергей, немного оправившись от шока, пожал ей руку. «Очень приятно». Его тут же усадили за стол на кухне, и оба принялись радостно хлопотать вокруг него, накрывая на стол. А он с удивлением смотрел на отца, который изменился до неузнаваемости. Исчезла привычная угрюмость и серьёзность. Он постоянно шутил и улыбался, переглядываясь со своей Валюшей. Он даже помолодел и выглядел совершенно счастливым и довольным жизнью. На душе у Сергея вдруг стало легко, как никогда прежде. Словно он вернулся в отчий дом к отцу и матери, где его любят и ждут. «Как хорошо у вас!» – улыбнулся он. Словно в детство вернулся. Он хотел с отцом поговорить наедине, но, посмотрев на их отношения, вдруг решил ничего не скрывать и от его женщины, которая ему очень понравилась. Ведь теперь они – одна семья. «Папа, я тоже собрался жениться». «Вот как!» «Ну, здорово!» Отец взволнованно присел напротив него. «Давно пора. Я очень рад, сынок». «Только вот семья невесты условия поставила», – продолжал Сергей. «Что я должен с матерью помириться, иначе благословения не дадут». Он выжидательно взглянул на отца, переживая, что эта новость испортит ему настроение. Но, к его удивлению, отец вдруг облегченно рассмеялся. «Ну и слава Богу! Я уже давно вынашиваю эту мысль». Он сделал паузу и покаянно покачал головой. «Виноват я перед вами. Перед твоей матерью виноват, что буквально вынудил ее выйти за меня замуж без любви». «А потом, потом не смог ей простить равнодушие. Перед тобой, сын, виноват, что не давал вам встречаться из-за уязвленного самолюбия. Это вот благодаря Валюше я все осознал. Исцелила она мою душу. Умница! Заставила простить бывшую жену и понять ее чувства. А теперь вот и ты созрел, сынок. Молодцы родители твоей невесты!» Он немного помолчал и продолжил. «Хочу признаться, что твоя мама все это время писала мне, спрашивала о тебе, умоляла о встрече. Но я, я упрямо сжигал эти письма. А однажды она сама приехала, не выдержав разлуки. Но я выгнал ее довольно грубо и заявил, что сын ее ненавидит и никогда не простит. И вот недавно я сам отыскал ее адрес и написал ей покаянное письмо. Она сразу ответила, очень обрадовалась моему письму. «Сейчас мы все трое как раз озабочены тем, как уговорить тебя. А за нас, оказывается, уже все сделали. Вот счастье-то!» «Так значит, значит, мама не отказывалась от меня?» Дрогнувшим голосом спросил Сергей. Отец отчаянно замотал головой. «Прости, сынок, это я, глупый осел. Хотел ей отомстить за то, что не смогла меня полюбить. А получается, жизнь тебе сломал. Мне тогда и в голову не приходило, что ты так страдаешь. Ты ведь даже и виду не подавал. Я все свою гордыню необузданную лелеял». На глазах у обоих мужчин блеснули слезы, но они порывисто их тут же смахнули. «Ладно, папа, все в порядке. Лучше поздно, чем никогда». Голос Сергея дрожал. «Главное, что она не забыла меня. Пыталась наладить контакт. Это самое ценное». Отец тут же его схватил и сжал в объятиях. «Господи, сынок, как я рад, что ты меня прощаешь». Он оторвался от сына и заглянул ему в глаза. «А давайте прямо сейчас поедем. Мой москвич на ходу. Это не так далеко, всего сотни километров. Лишь бы она дома была». Наталья Анатольевна, мама Сергея. В последнее время думала только об одном. Как насмелиться и поехать в вертолетную часть, где служил ее сын. Когда она получила покаянное письмо от бывшего мужа Павла, радости ее не было предела. За эти несколько добрых строк она ему сразу все простила. Особенно, когда из конверта выпала фотокарточка сына. Боже, как же она схватила ее и, обливаясь слезами, начала целовать. Счастливее ее никого не было в тот момент. Муж Костя кое-как отнял фотографию из ее рук. «Ну-ну, Наташенька, нельзя же так». Мягко пожурил он ее и обнял. «Ты всю карточку слезами обмыла. Смотри, уже разводы пошли». Он близоруко прищурился, разглядывая портрет в военной форме. «Красавец, на тебя очень похож». После этого Наташа разрыдалась еще больше. Их младшие дети – Саша и Света. Услышав шум, тут же заглянули в родительскую комнату, дверь которой всегда была распахнута. «Мам?» Протянули они в два голоса. «Что случилось?» «Кажется, скоро вы познакомитесь со своим старшим братом». Улыбнулся отец, протягивая им фотокарточку. Десятилетняя Света мигом перехватила фотографию и запрыгала от радости. «Ура!» Потом повнимательнее на нее взглянула и одобрила. «Красивый!» «Ух ты, летчик!» Восторженно заметил Саша, рассмотрев фото из-под руки сестры. «А когда мы с ним познакомимся?» «Думаю, что очень скоро!» Уверенно ответил отец и успокаивающе похлопал жену по плечу. «Скоро!» Это воскресенье семья вела подготовку к поездке в летную часть. Ехать собирались через неделю. «Может, я одна съезжу?» Сомневалась Наталья и вздыхала. «Первая приму огонь на себя. А вдруг он сразу отвернется от всех нас? Для детей это будет удар. Но гораздо меньше, чем для тебя!» Резонно отвечал ей муж. «Но знаешь, глядя на его фото, я почему-то уверен, что он так не поступит. Но в любом случае, мы будем рядом и поддержим тебя. Вместе мы сила!» Наталья облегченно вздохнула и обняла мужа. «Спасибо, дорогой!» «Ты и дети – это главное, что оправдывает мой чудовищный поступок. Простит ли меня Сережа?» «Простит!» – уверенно ответил муж. Этот момент в дверь постучали. «Интересно, кто бы это мог быть?» Встревожилась Наталья. «Сиди, Костя, я сама открою!» Костя услышал щелчок открываемой двери и через мгновение приглушенный короткий вскрик. Скочил, перекинул на своем пути табуретку, вылетел в коридор и застыл на месте. Наталья висела на шее высокого парня и рыдала на взрыд. А рядом в тесном коридорчике смущенно топтались незнакомые мужчина и женщина. «Сынок, сыночек!» – услышал он как сквозь вату голос жены. «Мама, мамочка!» – горячо шептал в ответ, крепко прижимая ее к своей груди, высокий и стройный парень. «Как же я скучал без тебя!» На шум выскочили из своей комнаты света с Сашей и тут же испуганно притормозили, глядя на незнакомцев и не решаясь приблизиться. Но Сергей, на секунду оторвавшись, успел их заметить. «Это и есть мои брат и сестра!» Охрипшим от волнения голосом спросил он, а Костя их тут же подтолкнул к нему. «Ну быстрее же, обнимите брата!» Все неуверенно подошли. Сергей тут же притянул их свободной рукой и прижал к себе. «Вот вы какие!» «А где твоя летная форма?» Не растерялся Сашка, немного разочарованно рассматривая новоиспеченного брата. «Ну дай ты ему хоть в воскресенье от формы отдохнуть!» Досадливо перебила его рассудительная младшая сестренка и от всей души обняла старшего брата. Когда Любка поняла, что с летчиками ей не светит, она всеми силами начала настраивать Нину против Сергея. Тем более, ей ужасно не хотелось, чтобы подруга уезжала. Ни с кем в селе Любка не могла строить отношения. Со всеми быстро ссорилась. А Нина… Нина прощала ей все выкрутасы. С ней было легко и просто. После отъезда летчиков, Любка с облегчением вздохнула, а Нина впала в депрессию. Всегда жизнерадостная и веселая, она совсем перестала улыбаться, замкнулась в себе. Любка встревожилась. Более того, ее начала мучить совесть. «Это я виновата!» Думала она с запоздалым раскаянием. «И зачем я сказала, что Сергей больше не вернется?» «Что меня за язык тянул?» И тут, как нарушно, Генка заявился. Он подкараулил ее, когда Люба от подруги возвращалась. «Слушай, а это правда, что про Нинку судачат?» Мотнул он головой в сторону ее дома. «Что судачат?» Сердито взглянула на него Любка и остановилась. «Ну, что она в положении, а летчик бросил ее?» «Кто тебе такое сказал?» «Что ты сплетни слушаешь?» Нахмурилась Любка. «Мужик называется». «Да я не слушаю, так, случайно!» Смутился Генка. «Просто мы сами видели, как он в ту ночь от Нины выходил. Вот за всех девчонок ему и навтыкали». «Как от Нины?» Ахнула Любка во все глаза, уставившись на Генку. «Да нет, это не то, что ты думаешь. За ним Колька тогда проследил. Он увидел, как летчик к Нине во двор зашел, но Нина его сразу выгнала. Ну а мы ему бока намяли, чтобы не лез к нашим девчонкам». «О господи!» Выдохнула Любка и вдруг поцеловала Генку в щеку. «Ведь это совершенно меняет дело. Спасибо тебе!» «А давай в кино в выходные сходим?» Сразу же раздухарился Генка. «Там комедию какую-то привезли французскую. Ну давай сходим!» С милости велась Любка. Она посмотрела на Генку и вдруг его оценила. Какой он оказывается сильный и симпатичный. И где ее глаза раньше были. Нине она все рассказала в тот же вечер, но та только грустно вздохнула. «Ну да, он был у меня. Но это же было в тот первый день, когда мы только познакомились. Когда ты мне сказала, что он нравится тебе». «Прости, Нинок, прости». Любка опустила голову. Глупая я была. «А может, ему письмо написать?» Внезапно загорелась она. «Антон скоро вернется, и я у него адрес возьму». «Нет», – покачала головой Нина. «Он даже попрощаться не пришел. Что я ему напишу?» «Тогда я сама ему напишу». Упрямо сжав зубы, подумала про себя Любка. «Напишу и все ему объясню». Но Нинина мама ее опередила. В селе новости разлетаются со скоростью ветра. Не успели Федоровы проводить Сергея, как все в округе уже знали, что Нина выходит замуж за летчика. Любка примчалась к подруге сразу после работы. Нина как раз готовила ужин на летней кухне. «Это правда?» – выпалила она, едва переводя дыхание. «Что правда?» – переспросила Нина, пряча улыбку. «Что ты замуж за Сергея выходишь? Правда?» «Ой, я еще сама в этом окончательно не уверена», – рассмеялась Нина. «А кругом уже все знают». «Ой, как я рада!» Любка с визгом повисла на шее у подруги, потом отстранилась от нее и совершенно искренне сказала, глядя прямо в глаза. «Я правда рада, веришь?» «И прости меня эгоистку, что пыталась отговорить». «Ой, а я боялась, что ты на меня сердиться будешь», – облегченно вздохнула Нина. «Ну что ты, у меня теперь есть Генка, мой Геночка». Нина с удивлением на нее посмотрела и фыркнула. «Так он всегда рядом был, кругами ходил. Только ты не видела, все принца городского ждала. Я сколько раз пыталась толковать, что он тебя любит, а ты в облаках все витала». «Это точно», – тряхнула головой счастливая Любка. «Всегда так, ища счастья за три девять земель, а оно рядом оказывается». «Да, самое главное, чуть не забыла». Спохватилась Любка. «Тебе надо срочно в педучилище поступать. Как раз вступительные экзамены начинаются. Я поговорила с отцом, они направления тебе дадут от совхоза. Мы выяснили, летная часть находится всего в десяти километрах от города. Первый год поучишься очно, а потом, если найдешь работу в садике или школе, можно перевестись и на заочное, ну а там и в институт». «Ну ты даешь», – рассмеялась Нина. «Я еще замуж не выхожу, а она уже меня в педучилище определила». «Все правильно, дочка». Вдруг услышала она голос отца, который как раз вернулся с работы и услышал их разговор. «Тебе в любом случае надо учиться. Прости, что сразу этого не понял». Нина со слезами обняла отца. «Спасибо, папа». А через неделю в их село нагрянули сваты. Сергей вместе со всей своей многочисленной семьей, отцом и Валентиной, матерью с ее мужем и детьми. «У вас товар, у нас купец», – громогласно заявили они, ввалившись большой оравой во двор к Федоровым. Столы накрыли прямо на улице под яблоней. Вскоре к ним присоединились и соседи, натащив столов, скамеек и еды. Кто-то принес магнитофон с колонками. Такого веселого сватовства здесь еще не было. Дети мигом сдружились между собой, и теперь их палисадник напоминал веселый гудящий улей. Сергей, заглянув к Нине в комнату, вдруг увидел у нее на тумбочке книгу «Маленький принц». «Надо же!» – воскликнул он. «Моя любимая с детства книга. Благодаря Экзюпери я летчиком стал». «Ты на него очень похож», – призналась Нина. «Ты моя сбывшаяся мечта». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...